Подогнали мне селфи-палки, поэтому можно вот такое кинуть, переснимать. И не обязательно сидеть в душном офисе, можно выйти на природу. Приветствую вас, коллеги, с вами Алексей Куровов, на Академии спортивных ставок. И что-то я тут тормознул в этот выходной. В понедельник у нас выходной, поэтому, к сожалению, не будет меня около интернета в понедельник. Соответственно, не будет у нас ни утреннего нашего мероприятия, ни вечернего вебинара. Проведем мы все это счастье во вторник, соответственно, в первый рабочий день, когда я доеду до офиса и у меня будет нормальный интернет. А сейчас, собственно говоря, поздравляю вас с тем праздником, который у нас будет в понедельник. Ну и, раз уж, так сказать, все равно видео записываю, расскажу про тот эксперимент, который я проводил на этой неделе, пока у нас заканчивался Ролангарос. Проводил эксперимент на первом турнире ИТФ, правда, турнир был, но на траве, который проводился. И я помню свою собственную теорию по поводу того, что... Ну, не мою, конечно, где-то прочитал. По поводу того, что травяные корты в основном только в Англии, поэтому английские спортсмены на травяных кортах, в общем, имеют некое преимущество перед остальными спортсменами, не имеющими достаточно большого опыта игры на травяном покрытии. Я в этой неделе проэкспериментировал, играл англичан. Играл англичан, играл английских девушек на, как еще уже рассказал, на турнире ИТФ. И результат меня порадовал. То есть все английские девушки шли, ну, кроме одной, шли андердогами, по сути, по всему турниру. И до полуфинала одна из них дошла. Поэтому, как бы, потихоньку они там отсеивались, их было там шесть человек. В каждом круге кто-то проигрывал, но кто-то выигрывал. Поскольку шли андердогами, коэффициент на всех был там больше двух, а чаще и больше трех. Соответственно, если играть флэтом эту тему, ну, по крайней мере, на первых двух турах турнира, можно было бы заработать много денег. Что я, собственно, и сделал. Я, правда, проэкспериментировал до конца и заработал денег еще больше. Потому что, как бы, я уже говорю, там и в финале, как бы, играла девушка с коэффициентом 3, с лишним. И там все было хорошо. Но с перестраховкой рекомендую всем обратить внимание на эту идею и попробовать заиграть хотя бы первый, там, второй круг на ближайших турнирах, которые все на травяном покрытии будут проходить, на английских спортсменов или спортсменок. Спортсмен там был всего один. Точнее, их там было трое. Но в первом туре двое играли между собой в первом круге, а один играл, как бы, там, один. Вот, с коэффициентом тоже больше трех и тоже победил. Но мужчин я играл только в первом круге. Дальше, как бы, там уже было неинтересно. И дальше я, как бы, уже не играл. Вот такая вот информация небольшая. Вот такое вот видео экспериментальное. Снимаю с двух камер. Попробую потом все это дело замонтировать. Может, интересное что-то получится. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сегодня рассказать. И до встречи во вторник. Утром у нас будет наше очередное утреннее мероприятие по просмотру линии. А днем, как бы, вечером, точнее, мы уже проведем наш традиционный вебинар. И поговорим о его итогах Ролан Гарос и о перспективах нашей дальнейшей игры на ближайших турнирах. Ну, что-нибудь еще придумаю и расскажу. А на сегодня это все. С вами был Алексей Коробов. И еще раз с праздником и до вторника.